В понедельник 14 мая Соединенные Штаты официально открыли посольство в Иерусалиме. Ранее президент Дональд Трамп признал город столицы Израиля. Правда в том, что Иерусалим всегда был и всегда будет столицей еврейского народа, столицей государства Израиль. Пусть открытие этого посольства в этом городе откроет глаза всему миру, и пусть правда обеспечит долгосрочный мир между Израилем и всеми нашими соседями. Сам американский президент на церемонию не приехал, вместо него были его дочь Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером. Однако Трамп записал видеообращение. «Как я сказал в декабре, наша самая большая надежда – это мир. США полностью привержены тому, чтобы было заключено долговременное мирное соглашение. Мы также продолжаем поддерживать статус-кво святынь Иерусалима». Израиль считает город своей неделимой столицей. При этом палестинцы претендуют на его восточную часть. Они хотят сделать её столицей своего будущего государства. В связи с открытием посольства в секторе Газа прошли протесты. Десятки тысяч разъярённых демонстрантов вышли к границе Анклава с Израилем, некоторые начали продвигаться прямо к заграждению. Демонстранты поджигали шины и сухую траву, кидали в пограничников камни и другие тяжёлые предметы. В ответ израильские военные применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Сообщается о 55 погибших. «Хамас использует демонстрантов, невооружённых людей, посылая их на передовую. Мы видели, как женщин и детей отправляют вперёд, чтобы они повалили заграждение, а затем они второй волной собирались направить вооружённых террористов, чтобы те напали на близлежащие посёлки». Некоторые страны, включая Францию и Великобританию, призвали прекратить насилие. Между тем, Турция, Египет и Россия раскритиковали перенос посольства. «Мы убеждены, что нельзя подобным образом, в одностороннем порядке, ревизовать те договорённости, которые были закреплены в решениях международного сообщества». «Ситуацию можно сдержать путём прямого диалога между двумя сторонами. Это очень чувствительная тема, которая затрагивает чувства палестинцев, чувства мусульман и христианских арабов, а также чувства мусульманских стран на международном уровне». Напомним, вслед за США свои посольства также планируют перенести Парагвай и Гватемала. Редактор субтитров А.Семкин